Добро пожаловать в Клуб Полуночников. Подкаст, где мы погружаемся в самые мрачные и захватывающие уголки кинематографа и поп-культуры. Сегодня мы откроем дверь в мир, который часто остается за кадром нашего привычного кинематографического опыта. Мир, где ужасы и фантастика сливаются воедино, создавая захватывающие и незабываемые истории. Да, сегодня мы поговорим об американских комиксах 1950-х годов. 1950-е годы были временем больших перемен и тревог. Наука и технологии развивались стремительными темпами, и это вдохновляло множество писателей и художников на создание удивительных и пугающих миров. В то же время страх перед ядерной войной и неизвестными угрозами из космоса проникал в умы людей, создавая почву для появления жанров, которые мы сегодня знаем как научная фантастика и ужасы. В эти годы комиксы стали настоящим феноменом, захватывая воображение миллионов читателей. Они предлагали не только развлечения, но и возможность исследовать самые темные уголки человеческой души и бескрайние просторы космоса. Серии фантастических комиксов и комиксов ужасов стали культовыми, привнося в массовую культуру новые темы и сюжеты. Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие по этим захватывающим и пугающим мирам. Узнаем, как эти комиксы отражали страхи и мечты своего времени, кто стоял за их созданием и какое наследие они оставили для нас, сегодняшних любителей жанров фантастики и ужаса. Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии в мир комиксов 50-х годов. Ну а теперь давайте погрузимся в историю этих удивительных комиксов, начиная с их истоков и создателей, которые подарили нам эти незабываемые истории. Американские комиксы 50-х годов представляют собой уникальное культурное явление. Это время, когда комиксы переживали свой золотой век, но также столкнулись с серьезными испытаниями, такими как цензура и общественные страхи. Фантастика и ужасы в комиксах отражали социальные и политические настроения того времени, что делает их интересными для изучения. Эти жанры влияли на формирование массовой культуры, и их наследие можно проследить до сегодняшнего дня в кинематографе, телевидении и литературе. После Второй мировой войны в США наблюдался стремительный рост экономики, увеличение благосостояния населения и развитие технологий. Однако этот период также сопровождался холодной войной, ядерной угрозой и страхом перед коммунистической экспансией. В таких условиях фантастика и ужасы в комиксах стали отражением общественных страхов и надежд. Фантастика 50-х годов часто была посвящена космическим путешествиям, инопланетным угрозам и научным открытиям. Эти темы вдохновлялись реальными научными достижениями и стремлением человечества к звездам. Ужасы, в свою очередь, сосредотачивались на страхах перед неизвестным, угрозой извне и внутренними демонами, часто используя метафоры для описания социальных и политических проблем. Холодная война оказала огромное влияние на содержание комиксов. Страх перед ядерной катастрофой и коммунистической угрозой проникал в каждую страницу. Например, многие фантастические комиксы изображали постапокалиптические миры, где выжившие люди боролись за выживание в условиях радиации и мутантов. Ужасы же часто использовали образы зомби, монстров и пришельцев как метафоры для внешних врагов и разрушительных сил. Комиксы стали своего рода отражением коллективного бессознательного разума, в котором страхи и надежды переплетались в ярких и захватывающих историях. Это сделало их невероятно популярными среди широкой аудитории, особенно среди молодежи, которая искала новые формы развлечений и способы понять окружающий мир. Фантастика в комиксах 50-х годов была тесно связана с быстрым развитием науки и технологий. Космические путешествия, история об астронавтах, исследующих новые планеты, галактики и встречающихся с инопланетными цивилизациями. Это было время, когда космос воспринимался как новое и захватывающее поле для приключений. Инопланетные угрозы. В рассказах часто появлялись инопланетяне, представляющие угрозу для человечества. Эти истории отражали страх перед неизвестным и чужим, который был характерен для того времени. Научные открытия и эксперименты. Многие комиксы фокусировались на научных открытиях и их потенциальных последствиях. Это могло включать в себя как положительные открытия, так и катастрофические ошибки, приводящие к созданию монстров или глобальных катастроф. Постапокалиптические миры. Тема разрушенных миров и выживания в условиях после глобальной катастрофы также были популярны. Такие истории часто включали в себя элементы выживания, борьбы за ресурсы и конфликты между группами выживших. Немного об отличительных чертах комиксов ужасов. Комиксы ужасов 50-х годов также имели свои уникальные особенности. Например, мистика и сверхъестественное. Эти истории часто включали в себя призраков, демонов, вампиров и другие сверхъестественные существа. Такие сюжеты эксплуатировали страхи перед неизвестным и потусторонним. Монстры и мутанты. Рассказы о монстрах, созданных в результате научных экспериментов или ядерного воздействия, были особенно популярны. Эти сюжеты часто использовались для отображения страхов перед научным прогрессом и его возможными негативными последствиями. Психологический ужас. Некоторые комиксы фокусировались на внутреннем страхе и психологических кошмарах. Они исследовали темы безумия, паранойи и внутренней борьбы, что делало их особенно мрачными и пугающими. Готические элементы. Вдохновленные классическими готическими историями, многие комиксы включали замки, мрачные леса и старинные проклятия. Эти элементы создавали атмосферу страха и напряжение, которое привлекало читателей. Как фантастика, так и ужасы в комиксах 50-х годов были способом для общества выразить свои страхи и мечты. Фантастика давала надежду на лучшее будущее, где технологии и научные открытия могли улучшить жизнь человечества. Ужасы, с другой стороны, позволяли людям столкнуться со своими страхами в контролируемой и безопасной среде. Давайте поговорим про ключевые серии комиксов того времени. И первое – это Вайрд Фэнтези. В Вайрд Фэнтези была анатология, включавшая различные истории в жанрах фантастика и ужаса. Истории варьировались от приключений в космосе до мрачных рассказов о сверхъестественном. В Вайрд Сайенс, ну или странная наука, комиксы этой серии фокусировались на научной фантастике, включали рассказы о космических путешествиях, футуристических технологиях и инопланетных цивилизациях. Эта серия была популярна среди любителей научной фантастики за свои оригинальные сюжеты и художественное исполнение. Следующая серия – Worlds of Horror. Представляла собой анатологию ужасов, включавшую различные мрачные и жуткие истории. Комиксы охватывали темы монстров, призраков, проклятий и других ужасов, ставшие визитной карточкой жанра. Tales from the Crypt, ну или Байки склепа. Одна из самых известных серий ужасов, включавшая страшные истории с неожиданными поворотами и моральными уроками. Комикс стал настолько популярным, что был адаптирован для телевизионного сериала и серии фильмов. Weird Science, серия, фокусировавшаяся на научной фантастике, включала рассказы о космических приключениях, научных открытиях и их последствиях. Она также стала культовой и была высоко оценена за свой инновационный подход к жанру. Strange Tales. Серия включала в себя истории как ужаса, так и фантастики, часто с неожиданными и шокирующими концовками. Серия стала популярна благодаря разнообразию сюжетов и качеству художественного исполнения. Эти серии сыграли важную роль в формировании жанров фантастики и ужаса в комиксах. Они представили новаторские сюжеты, высококачественные иллюстрации и сложные персонажи, которые до сих пор влияют на современные комиксы, кино и литературу. Комиксы 50-х годов прошлого века заложили основы для дальнейшего развития жанров и вдохновили многие поколения создателей. Немного о влиянии комиксов на массовую культуру. Комиксы 50-х годов оказали значительное влияние на кинематограф и телевидение. Многие сюжеты и визуальные элементы из этих комиксов были адаптированы для экранов. Вот некоторые ключевые моменты. Одним из самых известных примеров является Tales from the Craved, который был адаптирован в успешный телесериал в 1989 году. Шоу имело несколько сезонов и получило положительные отзывы за свою верность духу оригинальных комиксов. Другие антологии ужасов, такие как Сумеречная зона, также вдохновлялись структурами и темами, представленных в комиксах того периода. Нельзя не упомянуть киноадаптации. Хотя прямых экранизаций комиксов 50-х годов в кино было не так много, их влияние ощущалось в жанровом кино. Такие фильмы, как Вторжение похитителей тел, отразили темы и эстетические элементы фантастических комиксов того времени. Более поздние фильмы, такие как Калейдоскоп ужасов режиссера Джорджа Ромеро и сценариста Стивена Кинга, отдали дань уважения комиксам и включали визуальные и сюжетные элементы, напоминающие комиксы того периода. Многие талантливые авторы и художники работали над комиксами в жанрах фантастики и ужаса в 50-х годах. Например, писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Брэдбери с удовольствием предоставлял свои рассказы для адаптации в комиксах. Его работы добавляли глубину и литературное качество к комиксам, что помогло привлечь более взрослую аудиторию. Давайте немного затронем шарм этих комиксов в наше время. Для многих людей комиксы 50-х годов представляют собой ностальгическое путешествие в прошлое. Они напоминают о времени, когда комиксы были основным видом развлечения для молодежи и источником фантазий и страхов. Комиксы и издательства того периода оставили неизгладимый след в массовой культуре, вдохновив множество творцов в кино, литературе и искусстве. Художественное качество этих работ продолжает восхищать современных читателей. Детализированные рисунки, выразительные персонажи и атмосферные сцены делают их визуально привлекательными и сегодня. Комиксы исследовали разнообразные и часто мрачные темы от постапокалиптических миров до психологических ужасов. Эти сюжеты продолжают быть актуальными и интересными для современных читателей. Использование неожиданных поворотов и моральных уроков делает эти истории захватывающими и поучительными. Многие комиксы 50-х годов отражали социальные и политические тревоги того времени. Ядерная война, коммунистическая угроза – эти темы остаются актуальными и сегодня, позволяя современным читателям увидеть, как прошлое влияет на настоящее. Цензура и изменения в индустрии В 50-х годах комиксы стали объектом пристального внимания со стороны общественности и правительства. В это время возникли серьезные опасения по поводу содержания комиксов, особенно в жанрах ужаса и фантастики. Эти опасения привели к созданию комиссии по комиксам. В 1954 году психиатр Фредерик Уэртом опубликовал книгу «Соблазнение невинных», который утверждал, что комиксы способствуют преступности среди молодежи и моральному разложению. Эти заявления вызвали волну общественного негодования и привели к слушаниям в Конгрессе США, где обсуждалось влияние комиксов на подростков. В ответ на общественные и правительственные давления крупнейшие издатели комиксов объединились и создали комиссию по комиксам в 1954 году. Комиссия разработала строгий кодекс, который регулировал содержание комиксов. Он запрещал изображение насилия, секса, ужаса и других аморальных тем. Новые правила цензуры сильно ограничили творческую свободу авторов и художников. Многие элементы, которые делали комиксы ужасов и фантастики популярными, теперь были запрещены. В результате многие серии комиксов, особенно в жанрах ужаса, прекратили свое существование или изменили свое содержание, чтобы соответствовать новым стандартам. Некоторые издатели, известные своими комиксами ужасов и фантастики, были особенно сильно затронуты этой цензурой. Компании пытались адаптироваться к новым правилам, но вскоре были вынуждены прекратить выпуск своих самых популярных серий. Издатели, которые продолжали выпускать комиксы, были вынуждены изменить тематику и стиль своих публикаций. Жанры стали менее мрачными и более ориентированными на приключения и фантастику без элементов ужаса. Это привело к появлению новых серий, которые сосредотачивались на супергероях и научной фантастики, избегая при этом тем запрещенных цензурой. В 1970-х годах влияние цензуры начало ослабевать. Новое поколение читателей и авторов начали требовать более зрелого и разнообразного контента. Издатели начали обходить цензуру или выпускать комиксы без ее одобрения. Это привело к возрождению жанров ужаса и фантастики. Многие классические серии комиксов, такие как «Байки из склепа» вернулись в 80-х и 90-х годах в виде переизданий и новых выпусков. Возросший интерес к ностальгии и уважение к классическим историям способствовали возвращению этих серий на рынок. Современные комиксы стали гораздо более разнообразными и зрелыми, часто затрагивая сложные и мрачные темы. Жанры ужаса и фантастики вновь заняли важное место в индустрии. Историческое влияние комиксов 50-х годов ощущается и сегодня, когда многие современные авторы и художники продолжают вдохновляться работами того времени. Комиксы 50-х годов заложили основы для многих современных жанров и тематик. Они вдохновлялись литературой ужасов, наушной фантастики и фэнтези, привнося в комиксы новые идеи и стили. Многие элементы, такие как сложные персонажи, неожиданные сюжетные повороты и моральные дилеммы стали стандартом для комиксов сегодняшнего времени. Множество фильмов и телесериалов были адаптированы или вдохновлены на комиксах 50-х годов. Элементы ужасов, научной фантастики и фэнтези встречаются в популярных фильмах и шоу сегодня. Комиксы того периода оставили неизгладимый след в поп-культуре, вызывая ностальгию у старших поколений и неподдельный интерес у молодежи. Они стали объектом культурных отсылок и ремейков, подчеркивая их значимость и актуальность. Визуальный стиль и художественное исполнение комиксов прошлого века остаются вдохновляющими для многих современных художников. Их детализированные рисунки и мастерство в создании атмосферных сцен продолжают восхищать зрителей и читателей. Многие классические серии, такие как «Байки из склепа», переизданы для новых поколений читателей. Эти истории сохраняют свою актуальность благодаря своей уникальной атмосфере и сюжетам. Важность и вклад комиксов того периода в мировую культуру признаются как критиками, так и фанатами. Выпуск подкаста подошел к концу. Сегодня мы окунулись в мир комиксов, которые оставили неизгладимый след в массовой культуре. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Клуб полуночников на сегодня закрывается, но я обязательно вернусь с новыми историями и обсуждениями. Спасибо, что были со мной и поддержали мой подкаст. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Спокойной ночи и помните, всегда есть место для ужасов и фантастики в нашей жизни. В хорошем смысле этого слова. До свидания. Клуб полуночников закрывается. До встречи в эфире.